Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На скамье подсудимых инженер. Его судят за избиение и попытку убийства жениха своей племянницы. У подсудимого был корыстный мотив. Племянница унаследовала фамильную коллекцию редких монет и трехкомнатную квартиру. Подсудимый считает эти ценности своими, а жениха подозревает в охоте за наследством. Кто же из мужчин действительно любит девушку, а кто думает исключительно о деньгах? Прошу всех встать. Суд идет. Здравствуйте. Прошу вас, садитесь. Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается уголовное дело по обвинению Юрия Вениаминовича Залесского в покушении на убийство. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30-й и частью первой статьи 105-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Ирина Алексеевна, все ли сегодня присутствуют? Да, Ваша честь, все явились. Благодарю вас. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Устанавливается ваша личность. Вы Залеский Юрий Вениаминович, 1964 года рождения, правильно? Да. Живете в Москве по адресу Тропиночный бульвар, дом 8, квартира 23. Да. Род вашей деятельности и какое образование вы получили? Инженер-технолог. Закончил станкостроительный институт. Работал на шарикоподшипнике, на фрезерном. Последние 4 года на деревообрабатывающем комбинате. Копию обвинительного заключения вы своевременно получили? Да. В этом судебном заседании председательствует федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин. Государственное обвинение поддерживает прокурор, старший советник юстиции Марина Борисовна Улищенко. Вашу защиту осуществляет адвокат Анатолий Васильевич Иваниченко и секретарь судебного заседания Ирина Алексеевна Долгова. Вы желаете заявить кому-нибудь отвод? Нет. У защитника будут отводы? Нет, Ваша честь. Будут ли отводы у потерпевшего? Нет, Ваша честь. Со стороны государственного обвинения? Благодарю вас. Подсудимый, имейте в виду, что в этом процессе вы имеете обширные права. Вы вправе защищать себя любыми средствами, которые не противоречат закону. Вы имеете право на квалифицированную юридическую помощь адвоката. В свое время я предоставлю вам последнее слово. Вам понятны ваши права? Да. Если у участников процесса нет ходатайств, нет ходатайств, то мы переходим к судебному следствию. И, Марина Борисовна, прошу вас изложить о содержании обвинения. Уважаемый суд, преступление совершено Залезским Юрием Вениаминовичем при следующих обстоятельствах. 8 июня этого года в половине девятого вечера подсудимый совершил попытку убийства жениха своей племянницы. Залезский напал на Вьюкова и нанес ему тяжкие телесные повреждения металлическим прутом. Из личной неприязни к потерпевшему Вьюкову подсудимый Залезский был настроен категорически против брака своей племянницы и пытался отговорить ее от решения выходить замуж. Когда же молодые люди подали заявление о регистрации брака, подсудимый Залезский совершил попытку убийства жениха своей племянницы. И только обстоятельства помешали ему осуществить задуманное преступление. Подсудимому предъявлено обвинение по статьям 30-й части 3-й и статьи 105-й части 1-й Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть он обвиняется в покушении на умышленное убийство. Благодарю вас. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Итак, Юрий Вениаминович, вы слышали обвинение, оно вам понятно? Да. Вы признаете себя виновным? Никто его убивать не собирался. Я только хотел с ним поговорить по-мужски. И все. То есть я понимаю, что в протокол мы записываем, подсудимый себя виновным не признал. Прошу вас садитесь. Анатолий Васильевич, не угодно ли вам выразить отношение к обвинению? Да, спасибо, Ваша честь. Мы категорически не согласны с данным обвинением. Мой подзащитный является единственным родственником Натальи Олеговны Залезской. Он ей сейчас в данное время заменяет отца. В детстве у Натальи Олеговны произошла трагедия. У нее погибли родители. Единственный человек, который сейчас может защитить ее интересы, это мой подзащитный. Поэтому он дал должный отпор этому корыстолюбцу, который попытался завладеть имуществом Натальи Олеговны Залезской. Ваша честь, я возражаю против корыстолюбца. Во-первых, это бездоказательно, и вы не вправе оскорблять потерпевшего по делу. Возражение принимается, ненужные эпитеты, факты. Хорошо, Ваша честь. Мы факты предоставим в данном судебном заседании, которые докажут полностью позицию защиты. Благодарю вас. Спасибо. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Что вас заставило напасть на господина Вьюкова? Я на него не нападал. Я только хотел с ним поговорить. Вы думаете, он ее любит? Нет. Ему нужна квартира, прописаться в ней. У Наташи трехкомнатная квартира в центре города. А еще взять в свои руки коллекцию. А что это за коллекция? По завещанию ее бабушки, она передала ей ценную коллекцию монет. Но Наташа, она же ничего в этом не понимает. Она видит все в розовом цвете. А этот наглец заморочил ей голову. А я не позволю обманывать свою племянницу. А почему вы решили, что Денис Викторович ее непременно обманывает? Какой нормальный человек будет жениться на сумасшедшей? Если он, конечно, чего-то не хочет от нее. Да это ладно. У него есть женщина. И я видел, как они целовались у метро. Что ты видел? Что ты плетешь? Потерпевший никаких репликс мест. Зрет ведь гад. Вы назвали вашу племянницу сумасшедшей. Почему? Ну, моя Ната больной человек. В 11 лет, после того, как мой брат с его женой погибли в автокатастрофе, она постоянно находится в тех больницах. Скажите, а сама Наталья Олеговна как относится к господину Уюкову? Ну, может, и она и любит. А завтра у нее изменится состояние. И он для нее станет совершенно посторонним человеком. А этот наглец, он же все просчитал. Он хочет воспользоваться этим. Вы, пожалуйста, выражение выбирайте. Ваша честь, разрешите? Да, прошу вас. Скажите, пожалуйста, если вы намеревались просто поговорить с молодым человеком, зачем вы взяли с собой пруд железный? Какой пруд? Разрешите, Ваша честь. Да. В деле, в качестве вещественного доказательства, имеется вот такой пруд. На нем обнаружены отпечатки пальцев подсудимого, следы крови, принадлежащие потерпевшему, и также волокна одежды с потерпевшего. И этот пруд был обнаружен в вашем гараже. А это да. Ну, под руку попался. Валялся, но я ее зацепил. Вот расскажите, где он валялся, как вы его зацепили? В подъезде, на лестничной площадке. Ну, вы видели, что это за шкаф? Мы в разных весовых категориях. Он бы просто меня изметелил, и все. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что таким прудом можно убить человека? А вы видели, как он дерется? Я не успел и слово сказать, а уже на полу оказался. А там, смотрю, этот пруд лежит. Ну, я и взял его, чтобы прикрыться. Врет же он все. Господин потерпевший, пожалуйста, соблюдайте спокойствие и не вмешивайтесь, а то я вас накажу. Ваша честь, разрешите? Мой подзащитный пытается сказать, что найденный металлическим прудом, он пытался только обороняться, Ваша честь. Да? Да, я так... Чисто оборону. Мы же в разных весовых категориях. Я так и понял, Вашего подзащитного. Да, да. Ваша честь, разрешите? Да, прошу. То есть, Вы утверждаете, что он первым Вас ударил? Да. Но, тем не менее, на Вас не было обнаружено никаких телесных повреждений, и Вы к травматологу не обращались? Ну, да, я как-то до этого не додумался. А он наверняка обратился. Значит, не додумались. Ваш честь, разрешите? Да, прошу. В деле имеется заключение судебно-медицинской экспертизы о характере травм, которые были нанесены потерпевшему. Разрешите, я оглашу это заключение? Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Был поставлен диагноз открытый перелом правой ключицы, трещина в лучевой кости правой руки, обширенная гематома трапециевидной мышцы, правой ушной раковины, правого предплечья, ушиб правой височной доли головного мозга, множественные ссадины на правой части лица и височной части головы. Судя по направлению ссадин, большая часть из них была получена со стороны спины больного. Как видите, это не самооборона, а настоящее насилие. Будут вопросы? Нет, Ваша честь. Дополнительные вопросы? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания, вы можете сесть. И Денис Викторович Вьюков, давайте мы послушаем ваши показания. Итак, Денис Викторович Вьюков, 78-го года рождения. Да, Ваша честь. Живете в городе Чехове, Московской области, Северная площадь, дом 14, строение 5, квартира 73. Да. Сейчас вы не работаете? Нет. А раньше где вы работали? Я ранее работал в индикаторном магазине Троян, грузчиком. Скажите, пожалуйста, вы с подсудимым, может быть, в родственных отношениях состоите? Он мне не родственник, пока во всяком случае. Он дядя моей невесты, Наталья Залеская. Родственничка. Я предупреждаю вас, что суду надо говорить правду. Вы обязаны давать показания, а отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний – это преступление. Вам это понятно? Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, что же случилось 8 июня 2005 года? В половине девятого вечера я возвращался в квартиру к своей невесте, где я на тот момент проживал с ней. Вдруг выйдя из лифта, у меня сзади кто-то набросился, ударив чем-то тяжелым по плечу. Около шестанной шеи. Потом еще удар. Я в сторону. Сначала не разглядел, кто это. Потом вывернулся, смотрю, а это дядя Наташа, Юрий Вениаминович, бьет прямо в голову. Я закрываюсь, он бы точно попал, если бы соседка из-за двери не стала кричать. Тогда Залеский сбежал. А вы наносили удары подсудимым? Как бы я это сделал? Он же со спины напрыгнул. Я не ожидал. Он молотил без остановки. Прошу вас. Скажите, как вы думаете, почему он напал на вас? Понимаете, когда мы только начали встречаться с Наташей, он с самого начала наговаривал у нее, что она такая-сякая, больная. Но она не больная, она одинокая и несчастная. Тогда Юрий Вениаминович решил дать мне денег, найти поисчезни. Но мне не нужны его деньги. Я Наташу люблю. И буду ее защищать. А Залеский боится. Да не любит он ее. Ему нужны деньги и квартира. Вот что ему нужно. Никакой перебранки в зале суда. Разрешите, Ваша честь. Да, пожалуйста. Потерпевший, скажите, пожалуйста, а вам известно, что Наталья Залеская состоит на учете в психоневрологическом беспанцире? И что у нее есть психическое заболевание. Вам это известно? Знаю, это заболевание. Психоз. Его можно он Залескому поставить. Вот он псих настоящий. А ей со мной стало гораздо легче. Давайте, без оскорблений. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какие-либо близкие отношения с другой женщиной, помимо Натальи? Кроме нее у меня никого нет. У меня нет вопросов больше, Ваша честь. Может быть, у обвинения есть вопросы? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания. Вы можете сесть, Денис Викторович. Эльза Франковна Хольм вызывается. Свидетель Хольм. Свидетель Хольм. Эльза Франковна Хольм, 42-го года рождения. Да. И сейчас вы на пенсии? На пенсии. Предупреждаю вас об обязанности говорить правду и об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний. Это вам понятно? Понятно. Скажите, пожалуйста, вы соседствуете с Натальей Олеговной Залеской, да, на одной лестничной площадке живете? Да. А что происходило на этой площадке 8 июня 2005 года? Я услышала, как скрипнула дверь лифта. Потом я услышала какой-то шум. Я посмотрела в глазок и я увидела, как Юрий Вениаминович палкой сбивает молодого человека. Я, конечно, не выдержала, закричала через дверь, прекратите, я вызываю милицию. И вызвали. Да. А Юрий Вениаминович тут же сел в лифт и уехал. И вы же вызывали скорую помощь. Да, я вызывала милицию, я вызывала скорую помощь. Вы упомянули палку, которой подсудимый избивал потерпевшего. Посмотрите внимательно на этот предмет, вы его узнаете? А вот-вот, вот этой металлической палкой он бил бедного мальчика. Спасибо. Скажите, пожалуйста, свидетель, а как давно вы знаете потерпевшего Дениса Вьюкова? Я его знаю лет 5 назад. Понимаете, мне нужны были лекарства. Я взяла, а пенсию нас задержали. Я взяла табакерку и пошла в антикварный магазин, ну, чтобы продать. Но там меня посылали только заведующая, только к эксперту, вы знаете, это было так долго. И я ушла. А по дороге меня догнал сотрудник. Спросил, сколько это стоит. И он мне даже дал больше денег, чем я сказала. Это был Денис. Скажите, свидетель, я правильно понял, что это именно вы познакомили Дениса с Натальей? Правильно? Да. Это я их познакомила. Ну, спасибо тебе, тетя Ельза. Наташа нуждалась в деньгах. Она должна была лечь в клинику на лечение. У нее, извините, небольшое психическое заболевание. А денег у ней не было. Я ей сказала, чтобы она обратилась к Денису. Она там хотела продать какое-то трюмо. И, так сказать, он это трюмо купил. Но она не воспользовалась деньгами и в клинику не легла. Денис ее полюбил, и все проблемы были решены. На скамье подсудимых инженер. Его судят за избиение и попытку убийства жениха своей племянницы. У подсудимого был корыстный мотив. Племянница унаследовала фамильную коллекцию редких монет и трехкомнатную квартиру. Подсудимый считает эти ценности своими. А жениха подозревает в охоте за наследство. Кто же из мужчин действительно любит девушку, а кто думает исключительно о деньгах? Вы хорошо знаете подсудимого Залесского? Да. Я его с детства знаю. Это эгоистичный, хитрый человек. Он считает, что психические люди не должны иметь семью, наследство и какие-то деньги. Будут еще вопросы? Нет, ваше честь. Нет, ваше честь. Спасибо вам за показания. Пожалуйста, сядьте в зале. Благодарю вас. Михаил Артурович Бакланов. Свидетель Бакланов. Михаил Артурович Бакланов, 51-го года рождения, правильно? Да, ваше честь. И вы врач частной психиатрической больницы «Доверие». Главный врач. Да, ваше честь. Главный врач. Скажите, пожалуйста, подсудимый Юрий Вениаминович Залесский вам известен? Да. Мы дружим уже 10 лет. Я его знаю как доброго, отзывчивого и аккуратного человека. И он никакой не убийца. А в течение последнего времени вы часто встречались с подсудимым? Да, встречались. Когда у Наташи обнаружились императивные галлюцинации, и появились мысли о самоубийстве, я позвонил ему, и мы с Юрой встретились у меня на квартире, и долго обсуждали эту проблему. А что это были за галлюцинации? Расскажите подробнее. После майских праздников, это 11 мая, Наташа приехала ко мне на прием и рассказала, что в последнее время она часто слышит голоса своих родителей, которые зовут ее. У нее появились мысли о самоубийстве. Я назначил ей курс лечения и позвонил, договорился о встрече с Юрием Вениаминовичем. Приехав, он мне рассказал, что он уже тоже замечает за Наташей эти отклонения, и он переехал к ней жить, в ее квартиру, которая находится в Китайском переулке. Вы предлагали Наталье полечиться в вашей клинике? Конечно. Сразу же. Но это стоит денег. Хоть не очень больших, но денег. А как я уже говорил, Юрий Вениаминович взял за свой счет и не работает. Дежурит ночью, боится, что она выпрямится с окна. А у них все-таки девятый час. Я тоже слышала эти голоса. В комнате у Наташи. У нас общая стенка с ней. Ну вот, Миша, еще одна пациентка созрела. Пожалуйста, тишина и порядок в зале. Еще вопросы к свидетелю защиты будут? Нет, Ваша честь. У обвинителя тоже нет вопросов. Спасибо вам за показания. Пожалуйста, садитесь в зале. И мы вызываем следующего свидетеля. Это Наталья Олеговна Залевская. Свидетель Залевская. Залевская Наталья Олеговна, 84-го года рождения. Да. Вы живете в Москве, китайский переулок, дом 11-9, строение 3, квартира 35. Да. Сейчас вы не работаете и не учитесь? И да, и нет. Поясните, пожалуйста. Ну, что-то непонятного. Нет, не работаю, да, учусь. Но не сейчас. Сейчас, значит, вы не учитесь, а потом учиться будете. И работать буду, и детей рожать буду. Понятно? Наташа, Наташа, ты не дома. Ты в суде. Держи себя в руках. Это ты держи себя в руках. Если тебя досрочно выпустят. Понял? Не нужно перебранки в зале суда. Итак, скажите, пожалуйста, вы в родственных отношениях с подсудимым состоите? Вы что, издеваетесь надо мной? Свидетель, я вынужден сделать вам замечание. Ответьте на вопрос. Это важно для протокола. Да, это мой дядя. Скажите, пожалуйста, а с потерпевшим вы знакомы? Да, Денис мой. Мой друг и жених. Наташа, вы успокойтесь, мы во всем разберемся. Скажите нам, как вы думаете, почему они ненавидят друг друга? Просто... Дядя все пытается, дядя Юра, все пытается сделать за меня. И, наверное, считает то, что я еще маленькая. А я уже не маленькая. А Денис... А Денис меня, на самом деле, очень сильно любит. Правда, Денис? Конечно. Вот, но... Да, дядя Юра, он тоже очень хороший и тоже меня любит. Можно еще вопрос? Да, конечно. Наташа, нам известно, что вы вот с помощью вашего жениха выручили деньги. Почему вы не воспользовались ими и не легли в клинику полечиться? Дядя Юра сказал, что мне это не нужно, а мне это на самом деле не нужно, потому что... Когда вот в моей жизни появился Денис, я стала себя намного лучше чувствовать, и это правда. А когда в вашей квартире с вами вместе проживал ваш дядя, как вы себя чувствовали? Мне хотелось бы вообще повеситься, потому что он... Он постоянно руководит мной, как будто я какой-то вот станок в его цехе. На-то, на-то, на-то! Просто... Как вы мне казались, просто... Просто когда у меня был только дядя Юра... Ко мне ночью... Ну, мама приходила, я слышала голоса. Каждую ночь, и... Они с папой меня звали и просили, чтобы я спрыгнула, и тогда будет все хорошо. А вот после того, как мы познакомились с Денисом... Ну, я не знаю, может быть, они увидели, что у меня все хорошо, что я его люблю, и больше я их не стала слышать. Я тоже, тоже слышала голоса. Как ее зовут? А сейчас не зовут. Прошу тишины, пожалуйста. Свидетель? Еще будут вопросы к свидетелю? Нет, Ваша честь. У вас? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания. Вы можете сесть в зале. Вот рядом с соседкой. Садитесь. Ваша честь, защита просит заявить ходатайство о вызове свидетеля, который может дать существенные показания по настоящему делу. А о чем показания и что за свидетель? Я думаю, он поможет разъяснить настоящую ситуацию. Это свидетель Светлана Андреевна Лишакова, которая по предположению защиты имеет самое непосредственное отношение к рассматриваемому делу. А здесь свидетель? Да, свидетель явился в данное заседание. Будут возражения? Нет возражений. Ходатайство удовлетворяется. Мы вызываем Светлану Андреевну Лишакову. Свидетель Лишакова. Прошу вас, встаньте за кафедру. Спасибо, что вы вызовы дождались. И вас зовут Светлана Андреевна Лишакова. Вы родились в 78-м году. Да, Ваша честь. Чем вы занимаетесь? В настоящее время я работаю продавцом-консультантом в художественном салоне «Модерн» в городе Чехове. Я вас предупреждаю об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний. Вам это понятно? Да, Ваша честь. Понятно. Значит, вы разбираетесь и в живописи, и в антиквариате? Конечно. У меня имеется неоконченное высшее образование. Я отучилась 4 года в Кубанском государственном университете на факультете искусствоведения. Работала и с ювелиркой, и с нумизматикой. Прошу. Разрешите вопрос. Спасибо. Светлана Андреевна, скажите, пожалуйста, состоите ли вы в родственных отношениях с потерпевшим Денисом Вьюковым? Конечно. Это мой гражданский муж. У нас с ним общий ребенок. Что? Ну я же говорил, что он подонок! Подонок! Успокойтесь, господа Залезки. Скажите, пожалуйста, с Денисом Викторовичем Вьюковым. Вы как давно знакомы? Уже со школы, Ваша честь. И сколько лет вы его гражданская жена? Мы с ним знакомы с 9 класса, и уже 11 лет я являюсь его гражданской женой. Ну, конечно, я давно его уже хотела бросить, потому что тянуть одну лямку на своих женских плечах я уже устала. Денег он не зарабатывает, абсолютно ничего делать не может. Ну, извините, я же недвижильная. Какой кошмар! А сколько лет Вашему ребенку? Четыре года. Четыре года уже. Денис, ну как же так? Я тебе все объясню, Наташа. Пожалуйста, тишина в зале. Разрешите, Ваша честь? Анатолий Васильевич. Да, свидетель. Вот Денис, как Вы называете его гражданский муж, часто бывает дома? Да, его неделями дома не бывает. Как он мне объяснил, он работает в городе Москве. Я нашел там работу, работает там допоздна. Но на электричке в городе Чехов туда и обратно по два часа ехать ему весьма тяжело добираться. Ну и подрабатывает там сторожем. Ну, кстати, обещал много заработать. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Вы знаете, что вот Денис, Ваш гражданский муж, собирается сочетаться браком сейчас и уже подал заявление? Нет, такого быть не может. Очень даже может быть. Света, это правда? Света, это не то, что ты думаешь. Что ты мне сейчас хочешь объяснить? Я тебе потом все объясню. Я тебя за 11 лет знаю, как облупленного, а? Света, давай не здесь. Так и что ж это получается? И ты, мразь, нагло меня обманывал, приезжал ко мне, брал деньги, а заявление в ЗАГС подаешь с другой? Света, давай не сейчас. Думаю, пререкания зашли слишком далеко. Скажите, пожалуйста, свидетель, Вам Ваш супруг говорил, чем он занимается? Ну, как он мне рассказывал, работал в городе Москве, в антикварном магазине Троян. Вначале он был грузчиком, потом он был продавцом, вел продажу редких монет. Нашел покупателя, иностранец он был, затем владельца, ну и вся вот эта вот экспертная бумажная волокита. Ну, самое интересное, обещал мне, после того, как закончит работу, трехкомнатную квартиру. Ну. И не где-нибудь, Ваша честь, а в центре Москвы. А вы мне не верили, а вы мне не верили. Это же Натина квартира, это же Натина деньги-то. Подсудимый, мы вас слушали. Что, что все не так? Дядя Юра был прав, тебе не нужна не я, тебе квартира моя нужна. Ну, а ты-то как думала? Ваша честь. Есть предложение прекратить реплики, взять себя в руки и продолжать допрос свидетеля. Ваша честь, можно ли мне слово? Я могу покинуть зал соседания? Это ниже моего достоинства присутствовать при этих репликах. У меня маленький ребенок, у меня вообще работа в конце концов. Одну минуту я выясню. У сторон есть дополнительные вопросы? Нет, Ваша честь. Я думаю, сказано достаточно. Нет, Ваша честь, нам свидетели больше нет. Довольно уже показаниями своего свидетеля. Спасибо вам, вы можете идти. Света, подождите. Света, 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 Господин Вьюков, суд вас не отпускал из зала заседания. Пожалуйста, вернитесь на свое место. Ваша честь, разрешите? Учитывая сложившуюся обстановку, данные показания, защита полагает, что возникла необходимость в дополнительном допросе Вьюкова. Я прошу допросить Вьюкова повторно. Вот видите, Денис Викторович, а вы хотели нас покинуть. Встаньте, пожалуйста. Что теперь вы можете сказать о существу этого дела? Ну, я не мог так вот сразу Наташа сказать, она бы не поняла. И жену тоже, сыну, бросить так вот сразу. А вот Светлана Лешакова заявила, что бросить собиралась как раз именно она, а не вы. И сейчас, по-моему, она это сделала. Разве не так ли? Мы помиримся. С кем именно? С женой? Или с Натальей? Ну, отъявленный негодяй. И у такого вот мужа, моей племянницы, да? Еще одна реплика, и я вас просто... Хорошо, хорошо, я молчу. Ваша честь, разрешите? Конечно. Я думаю, сейчас пришло именно это время, когда необходимо сообщить суду именно эти сведения. Смотрите, какая сложилась ситуация. Денису Вьюкову очень выгодно засадить моего подзащитного за решетку. Для чего? Для того, чтобы потом обделать свои делишки и захватить ту же квартиру и ту нумизматическую коллекцию, которую он и собирался забрать. Видите, Ваша честь? Стало все предельно понятно. Что? Что? Племянницу он хотел защитить? Да. Да он ее из окна хотел выбросить. Я сейчас им все расскажу. Что ты расскажешь? Что ты расскажешь? Понимаете, он меня хотел убить только за то, что я нашел это. Он убийца, он дважды убийца. Что вы нашли? Какую-нибудь нумизматическую редкость? Крестантиновский рубль? А вот это? Все это чушь, ему нельзя верить. Одну минуту. Кассета. На ней голоса записаны, которые Наташа слышала. Она и зовут ее. Я так и знала. Это чушь. А где вы взяли эту кассету? Нашел. В Наташиной комнате. У нее за шкафом спрятан меню аудиоцентр. А она об этом понятия не имеет. Если включить, то звук на всю комнату. А откуда, сразу не поймешь. А включать можно было хоть с соседней комнаты. А с чего вы взяли, что эта кассета принадлежит подсудимому? Кому же? Я когда первый раз сказался у него в комнате, то в шкафу за часами нашел видеокассету. Потерпевший, правильно я понимаю, что вы зашли в чужую комнату, открыли чужой шкаф, начали копаться в вещах, нашли какую-то кассету. Правильно я понимаю? Это Наташина квартира. И она разрешает мне брать все, что я захочу. Я взял кассету, думал, фильм включил, а там родители Наташина. И они зовут ее. Вот он оттуда голоса исписал, ублюдок. А где эта видеокассета сейчас? Ваша честь, разрешите? Это нельзя показывать. Миш, ну объясни ты. Утихомирьте вашего подзащитного. Я специально спрятал эту кассету, чтобы Наташу не травмировать. Ваша честь, поскольку потерпевший в обосновании своей позиции, это сторона обвинения, он представляет определенные доказательства. Рассказал нам об источнике, где он их добыл. Я считаю возможным эти доказательства обнародовать и посмотреть, что за кассеты, что за звуки. А потом уже решим, имеют ли они отношение к делу или не имеют. Позиция защитника? Ну, защита не возражает, Ваша честь, хотя мы думаем, что данная кассета не может иметь отношение к данному делу. Это позиция защиты. Постанавливаю ходатайство потерпевшего, поддержанное прокурором, удовлетворить данные кассеты и следовать как доказательство. Ирина Алексеевна, будьте любезны, возьмите кассеты и давайте начнем с аудиозаписи. Мама, чего ты боишься? Прыгай ко мне. Надка, ты же ничего не боялась. Прыгай. Прыгай, прыгай, я тебя люблю. Ой, ты мой хороший. Давай, давай, давай. Так, не бойся. Спасибо. Наталья Олеговна, возьмите себя в руки. Давайте видеокассету посмотрим. На скамье подсудимых инженер. Его судят за избиение и попытку убийства жениха своей племянницы. У подсудимого был корыстный мотив. Племянница унаследовала фамильную коллекцию редких монет и трехкомнатную квартиру. Подсудимый считает эти ценности своими, а жениха подозревает в охоте за наследством. Кто же из мужчин действительно любит девушку, а кто думает исключительно о деньгах? Ирина Алексеевна, пожалуйста, воспроизведите видеозапись. Ничего, ничего, ничего. Спасибо, ничего. Так вот дальше разберете. Разберете. Смирайте. Тебя, Дёрна догонит! Ах ты, зайчонок! Ай ты, зайчонок! Куда, куда? Натуль, это же я, мама. Чего ты боишься? Прыгай ко мне. Натя, ты же ничего не боялась, прыгай Прыгай, прыгай, я тебя ловлю Спрыгни, пойдем, все только тебя ждут, папа ждет, пойдем домой Давай, зайчем Ну слезай, слезай, слезай Вон ты, мой хороший, давай, давай, давай Так, не бойся Благодарю вас Денис Викторович, встаньте, пожалуйста Скажите, пожалуйста, вы нашли эти кассеты, вы рассказали об их существовании подсудимым? Сказал Вы бы видели, как он испугался Даже на какое-то время остал от меня, а потом решил просто убить А Наталье Олеговне вы рассказали об этом устройстве? Нет А почему? Я не хотел ее волновать А на предварительном следствии вы тоже умолчали Не хотели следователя волновать? А что вы собирались с ними делать с этими кассетами? А что, не ясно После свадьбы довезти Наталью, чтобы она сиганула С девятого этажа Я бы хотел все-таки от потерпевшего услышать А чего я? Так он правду и скажет Он вон у меня же пользовался ими А вот вы, вы собирались воспользоваться этими кассетами? Будут дополнительные вопросы к потерпевшему? Нет, Ваша честь, к этому потерпевшему у нас вопросов нет У вас? Нет, Ваша честь Нет вопросов Садитесь, пожалуйста, господин Вьюков Ваша честь, разрешите? Да А я хотела бы задать несколько вопросов Наталье Залесской Защита не возражает? Нет, конечно, Ваша честь, не возражаю Наталья Олеговна Вы сейчас в состоянии давать свидетельские показания? Да Вернитесь, пожалуйста, за свидетельскую трибуну Только что мы воспроизводили видеозапись Что за люди на пленке? Я не знаю Не помню Там мама и папа И я Я там тоже есть А незадолго до этого мы слушали аудиозапись Вот это те голоса, которые вам мерещились? Да, сначала говорит мама, потом папа Разрешите? Да, прошу вас Наташа, скажите Когда вы слышали эти голоса В квартире кто-нибудь был с вами? Дядя Юра ночевала А в те ночи, когда у вас не ночевал ваш дядя Вы их слышали? Я не помню Но Когда Денис стал у меня жить Больше голосов я не слышала Извините меня, пожалуйста Я больше не хочу говорить Просто Они ненавидели друг друга Я думаю, что они померятся И у меня будет семья Вот Всем вот только Нужны деньги И одни только деньги А человек никому не нужен Соответственно, я никому не нужна Это преждевременно Это преждевременно То, что вы говорите Будет семья Будет Вопросы к свидетелям Нет, ваше честь У вас Я думаю, надо пощадить нервную систему свидетелей А нет вопросов Наталья Олеговна, спасибо Садитесь, пожалуйста Ну что же, коллеги Если нет больше дополнений к судебному следствию То судебное следствие объявляется завершенным И мы переходим к судебным премием Марина Борисовна Улищенко Прошу вас Ваша обвинительная речь Ваша честь Ну, как мы убедились В судебном заседании За наследством Наташи Залеской Началась прямо-таки настоящая Беспощадная Жестокая охота И родные люди Близкие для нее Которые, как она считала Любят и заботятся о ней Вот они Этими самыми охотниками оказались Ну, молодой охотник оказался более удачливым И, я считаю, подсудимый Решил его действительно уничтожить Мы исследовали все доказательства Выслушали показания свидетелей Это и соседку выслушали И показания потерпевшего Они не противоречат материалам дела Исследовали вещественные доказательства Заключение судебно-медицинских экспертиз Я считаю, что вина подсудимого В покушении на умышленное убийство Полностью доказана Я считаю, что версия подсудимого О самообороне полностью исключена Опять-таки, потому что Повреждения нанесены со спины Потерпевшего Я прошу вас его признать Виновным подсудимого В покушении на умышленное убийство И назначить ему наказание В виде 7 лет лишения свободы Благодарю вас Денис Викторович Вьюков Как я вам уже и объяснял Вы вправе произнести речь Слушаю вас Мне нечего сказать Садитесь, пожалуйста Защитительная речь адвоката Анатолия Васильевича Ваниченко Прошу вас Спасибо, Ваша честь Защита довольно проведенным расследованием Его полнотой и качеством В процессе судебного заседания Нашли доказательства Именно все те факты Которые и пыталась защита доказать С самого начала судебного процесса По-моему, ни у кого из присутствующих В данном зале не осталось ни одного И тени малейшего сомнения Что перед нами не потерпевший аферист Одну люблю, другую не люблю Ребенка рождает от одной, скрывает от другой Да не собирался он на ней жениться Он жил с другой, был ребенок И он ей обещал деньги Он же не молчал об этом Он ей обещал деньги от этой несчастной девушки Обвинение только что сказало Что мой подзащитный виновен На основании чего она делает свои выводы На показаниях этого потерпевшего Афериста Принес кассету Никто этой кассеты Ваша честь раньше не видел Ни предварительное следствие Ни лица здесь участвующие В судебном заседании Никто, даже сам прокурор Не видел этой кассеты Почему суд не может поверить в то Что этот человек сам сделал эту кассету Почему мой потерпевший Разве проводилась экспертиза Там отпечатки пальцев Там мой уличен был подзащитный Что он это все делал Нет, нет и нет Прокурор должен сделать одно Посадить на скамью подсудимых Вот этого человека А моего подзащитного Необходимо оправдать Спасибо, Ваша честь Благодарю вас Реплика будет? Нет, Ваша честь У потерпевшего? Нет, Ваша честь Подсудимый, встаньте, пожалуйста Юрий Вениаминович Залезский Вы можете обратиться к суду С последним словом Спасибо Я могу сказать только одно Вьюков Вообще не хотел Жениться на моей племяннице Ему нужно было только За счет нее обогатиться Вот и все Я вообще тут думаю Что после свадьбы Он хотел ее убить Какой нормальный Молодой человек, честный Захочет жениться На сумасшедшей Если, конечно Он не хочет что-то от нее добиться Я считаю Что психически ненормальным людям Надо запретить Распоряжаться своими финансами И еще Должны заниматься Умолишенными Родственники И тогда не будет никаких Недоразумений И меньше будет Этих самых преступлений Вот и все Благодарю вас Садитесь, Юрий Вениаминович Суд удаляется В совещательную комнату Для постановления приговора Прошу всех встать На скамье подсудимых Инженер Его судят за избиение И попытку убийства Жениха своей племянницы У подсудимого Был корыстный мотив Племянница Унаследовала Фамильную коллекцию Редких монет И трехкомнатную квартиру Подсудимый считает Эти ценности своими А жениха подозревает В охоте за наследством Кто же из мужчин Действительно любит девушку А кто думает Исключительно о деньгах Прошу всех встать Суд идет Провозглашается приговор Рассмотрев уголовное дело Федеральный суд приговорил Юрия Вениаминовича Залесского Признать виновным В умышленном причинении Тяжкого вреда здоровью То есть в совершении преступления Предусмотренного частью 1 Статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации И назначить ему наказание В виде четырех лет Лишения свободы С отбыванием В исправительной колонии Общего режима Меру пресечения В виде заключения Под стражу В отношении Господина Залесского Оставить без изменения До вступления приговора В законную силу Прошу садиться Юрий Вениаминович Встаньте пожалуйста Вам будет проще Обжаловать этот приговор Если я разъясню вам Почему он таков Прежде всего Суд Не счел Что вы виновны В покушении на убийство Если я правильно понял Показания свидетелей И заключения экспертов То вас устраивал Любой исход Происшествия Вы могли Убить потерпевшего Могли его просто запугать Могли искалечить В этой ситуации Констатируется Не умысел на убийство А констатируется Так называемый Неопределенный умысел И ответственность наступает В зависимости От реальных последствий В данном случае Вред здоровью был тяжким Поэтому вы осуждены За причинение Тяжкого вреда здоровью В совещательной комнате Я много думал Над тем А не были ли ваши действия Обороной Тогда бы наказание Было конечно Более мягкое А может быть вы бы были оправданы Я обратил внимание на то Что на вашем теле Не осталось никаких следов Избиения Значит на вас скорее всего Не напали Кроме того Соседка Видела Не драку А именно избиение В дверной глазок Ну и наконец эксперт Констатировал В своем заключении Что вы избивали По-видимому Потерпевшего Со спины То есть Не стояли к нему Лицом Это исключило версию О необходимой обороне И поэтому вы осуждаетесь За умышленное преступление И еще одна деталь Вы Тут говорили о том Что сумасшедший Не должен распоряжаться Своим имуществом Он должен быть ограничен В своих правах И так далее Мне показалось странным То что вы сказали Мне кажется Вообще все Перевернулось Наверное В этом мире Если Наталья Олеговна Хочет семьи и счастья А вы вполне здоровые люди Устраиваете драку Разборку Из-за серебряных И медных кругляшей Лежащих в альбоме Вы получите копию Этого приговора Сегодня же И у вас будет Десять суток Чтобы принести Кассационную жалобу Выше стоящий суд Вам понятен Порядок обжалован? Да В таком случае Судебное заседание Объявляется закрытым Продолжение следует...